всем привет я проверил микрофон перед тем как записываться кто подписан на меня в инстаграме видели как я дико бомбил с того что у меня запоролся еще раз еще один блок первый блок с поездки звук просто уничтожился тут на днях я записывал из квартиры блок там тоже весь звук если вы не в курсе мы с дашей переехали в латвию мы сейчас живем в городе вига вот у нас новая квартира мы тут икею всякую наставили и я хотел бы рассказать вам о том как прошел переезд вообще я искал различную информацию перед переездом в интернете и первое что я нашел отсутствие какой-либо вменяемой информации о каких-то банальных насущных вещах которые требуются тебе каждый день поэтому если вы зайдете на youtube и наберете в поиске латвия вам вылезет целый вагон трэша и ничего хорошего и меня немного это смущает потому что найти реально во время переезда когда ты находишься не здесь а еще в россии найти какую-то нормальную информацию чтобы было комфортно переезжать очень сложно я не знаю с чем это связано возможно просто когда ты местный ты не задумываешься о таких вещах и не думаешь что можно снять блок о том сколько стоит у тебя парковка рядом с домом да но такая информация очень 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 цена тем кто переезжает и кто я например первый раз приехал в европу на машине я понятия не имел сколько тут стоит парковки как они устроены и все такое а я ведь на машине мне ее все равно нужно где-то оставить не будешь же ты просто там бросайте где попало ее просто увезут или поставят блокиратор на колесо так вот этими блогами а их я планирую сделать штук пять выпусков именно про начало переезда я планирую закрыть вот этот вот вот эту черную дыру отсутствие полнейшей информации я надеюсь это кому-то поможет кто-то поедет и вспомнит меня и скажет да димас спасибо большое что ты мне рассказал сколько стоит парковочка теперь я меня не обует на целую кучу бабла итак поехали самое главное во время того когда я еще находился в россии перед переездом меня волновало где-то около пяти вещей это транспорт дороги парковки связь интернет цены на интернет и вообще покрытие и сколько это стоит и все такое еда продукты доставки я уже очень сильно привык яндекс еде например мне нравится заказывать себе завтрак иногда жилье стоимость районы где стоит селиться где не стоит ну и конечно отношение местных к приезжим и сегодняшнее видео будет как раз о транспорте с чем мы столкнулись и какие бывают дороги и парковки и тралля и вот это вот все в общем поехали и так самое первое с чем вы столкнетесь когда поедете за границу на машине это погранпереход я вам очень советую почитать отзывы на пограничные переходы автомобильные потому что они отражают действительность подробно останавливаться на этом не стоит но пару слов о таможне я хочу сказать если российскую таможню мы прошли очень быстро и спокойно хочу сказать что сейчас латвии из ограничений закрыта и мы были единственным легковым автомобилем вообще на этом переходе вот то латвийская сторона принимала нас не очень хорошо во первых нам устроили два досмотра были единственной машиной повторюсь мы провели на таможне три часа нам вообще вытряхнули просто максимально все нервы а еще у них жутко невоспитанная собака которая лезет грязными лапами вообще куда попало а еще у них нету никакого столика и нам повезло что была хорошая погода и мы выкладывали вещи просто на пол на плитку она была чистой но она была по крайней мере не в грязи если вы пойдете туда снег например или в межсезонье когда снег он собственно лежит везде то я вам очень не завидую берите с собой пленочки и все вот эти вот отзывы плохие о таможенных переходах между россией эстонии россии и латвии но это чистая правда вытряхивают мозги просто со всей силы я еще наверно дня два был просто в шоке после этого перехода меня потряхивала я содрогание вспоминал как надо мной издевались местные таможенники но слава богу мы их проехали мы приехали в ригу и следующее с чем сталкивается каждый человек который едет это конечно же парковка парковка в россии очень простая вещь например у меня у дома не было место стоять машину поэтому я оставил через двор там была огромная охраняемая парковка с забором я думаю в каждом городе есть такие парковки не одна их там сотни просто вот стоило это 2000 рублей в месяц есть какие-то богатые парковки где там 2 500 можно подземную снять за 5000 рублей обогреваемые можно снять чуть чуть подороже короче здесь такого я пока не нашел здесь есть два вида парковок это парковки вдоль улиц и стационарные парковки такие между домами большие относительно большие относительно всего ширины улиц они большие но относительно наших они конечно крошечные а выглядит она вот так здесь значит охранник здесь у нас могут стоять машины вот красивый дом раз еще красивый дом тут котиков кормят этом музей а это гигантский гигантский торговый центр естественно вся парковка делится на зоны в разных зонах разные цены вам со всем этим поможет разобраться приложение рига карт это как раз парковки вдоль улиц есть еще одно приложение называется европарк это как раз большие парковки которые в которых можно припарковаться цены вас удивят в старом городе а мы сняли квартиру в старом городе сначала чтобы осмотреться вот в старом городе парковка будет стоить где-то 200 250 евро мы отдали двушку там чувак такой еще интересный был он такой горит я верю сколько стоит парковка он такой 250 но мы можем договориться за двушку чё делать ну давай договариваться ближайшая адекватная парковка за адекватные деньги которые мы нашли уже где-то через неделю только она стоила 60 евро вместе она находилась просто в 30 минутах ходьбы от дома так что будьте готовы либо парковать машину очень далеко либо отдать кучу бабла за это удовольствие насчет приложений оба приложения удобные сразу хочу сказать что парковки здесь все автоматические никаких там дяденек в основном нету которые с вас деньги собирают хотя на той парковке был но на остальных ни одной не был вот вы просто заезжаете у вас читают номер и если вы не оплатили вам просто прилетит автоматический штраф ни с кем договориться не получится никому потом оплатить парковку не получится вы либо платить сразу либо потом платите через почту с конской комиссии штраф я так уже сделал один раз получил 25 ни за что не прошло вот пришлось заплатить через почту самих приложениях естественно есть карты зон в каждом приложении показывает стоимость за час стоимость за день стоимость за ночь и еще через сайт можно на некоторых парковках купить месячный абонемент месячный абонемент в старой риге в подземной парковки обойдется в 180 по моему евро но его там надо как-то по-хитрому покупать я не разобрался парковка обычная около дома ну точнее вот это вот загороженная парковка около дома в старом городе вам найдется в 200 как я уже говорил или 250 евро можно найти парковки чуть подешевле но они будут все далеко приложение принимает русские карты все очень просто платится буквально за секунду все работает отлично с этим тут проблем никаких нет именно с влатой парковки все-таки ребята заморочились раз уж собирают бабки то и как бы делают это так чтобы тебе было удобно платить и неудобно обманут следующий очень важный момент транспортной инфраструктуры в риге это конечно же дороги самом городе и дороги за городом если за городом трасса с ограничением 100-90 практически вот сколько я ездил в идеальном состоянии по крайней мере большие большие трассы они просто прекраснейшим состоянии никаких там прямо дыр заплат страшенных я не видел все как-то не быстро чиниться вот очень красивые такие мосты переезды вообще класс то если вы заезжаете в город вы сразу же встретитесь с брусчаткой брусчатка тут потрясающая мне кажется ее там веками не меняют она просто потрясающая уродская на ней невозможно ездить вы уничтожите подвеску если на ней летать это первое второе ограничение в городе почти везде по крайней мере в риге вот сколько я езжу по центральным улицам везде ограничения 30 поэтому ездить тяжело вообще насчет дорог я бы хотел сказать что самый удобный транспорт здесь это либо общественный транспорт либо велосипед велосипед вообще самый удобный потому что велодорожки идеальные тротуары идеальные и рядом с этим идеальным тротуаром идеальной велодорожки будет брусчатка вот из таких вот камней по которым невозможно ездить с ограничением 30 с пробками имейте это сразу в виду когда едете вообще по теме велодорожек я бы сказал что здесь все достаточно классно потому что почти на всех улицах велодорожки выделены они все с хорошим покрытием в большинстве случаев есть велодорожки в другие города мы как-то уехали просто в другой город мы просто ехали прямо я говорю даша сейчас выезжаем и погнали вот по этой велодорожке около дома прямо мы ехали ехали проехали какое-то озеро торговый центр там туда-сюда повернули и выехали в другой город я смотрю там табличка рига перечеркнут другой раз мы ездили в юрмалу вообще отлично ты за час час двадцать можешь не напрягаясь доехать до юрмалы упасть в море и валяться отношение автомобилистов к велосипедистам я конечно не знаю потому что ни с кем из них не общался но объезжают они метр за два за три может быть потому что если сбить велосипедиста тебя типа лишат прав или факнут там на большой штраф я не знаю если честно но факт остается фактом все-таки велосипедистов здесь объезжают велосипедисты достаточно наглые все чуваки и летают вообще на красный свет как панки и еще один момент которого у меня не было в сценарии но я хотел бы о нем сказать по сравнению по крайней мере с перми из тем более сочи если кто-то ездил по сочи я думаю вы меня прекрасно поймете здесь все водят очень аккуратно но при этом постоянно бьются по тупости я не знаю как вот мы шли типа прямая дорога три полосы абсолютно пустая и три тачки друг друга влепились к и такие аварии постоянно поэтому нужно вообще глаз да глаз мне иногда люди просто такие типу ну я думаю это вообще везде нужно если вы умеете водить никаких проблем у вас не будет ездишь спокойно не грубишь аккуратно скорость не нарушает и все будет окей на трассах кстати если ограничение стоит 100 то народ не валит на мое удивление 150 все едут 100 больше не все большинство едет 100 иногда бывают кадры которые наваливают но они тоже не 150 типа едут даже заряженные бмв едут нормально и это очень необычно необычно это смотрится обычно когда в россии ты едешь и ты видишь сзади porsche и ты уже его не видишь или ты видишь сзади x5 и ты его уже не видишь то тут за тобой x5 будет ехать свои 100 километров в час спокойненько и очень круто ну и самый главный момент которым вы ребята столкнетесь если приедете в латвию это цены на бензин это была главная моя неожиданность насчет заправок заправки классные все как у нас например нашел или на газпроме и на лукой или которые вот по современней всякое барахло там продается топливо мангальные там дела для шашлыка на заправках здесь продается пиво что меня кстати очень сильно удивило вот но самое главное это цены на бензин бензин стоит 12 евро дизель стоит 12 где-то в среднем 1213 евро это очень дорого учитывая что евро был последнее время 90 то это где-то 100 с копейками за литр получается поэтому если у вас есть x5 3 литра или крузак 200 я вам не рекомендую сюда на них ехать потому что вы все бабки оставите на бензик вот особенно если у вас реально там крузак бензиновый сколько у них расход напишите в комментариях пожалуйста в общем на самом деле даже на мои бмв с расходом там 5 7 литров по трассе это все равно выходит накладно последний раз когда я заправился до полного это было 50 евро и это было прям очень обидно потому что вот и вот вот так просто полтосик откинул это как бы основные аспекты о которых я хотел рассказать и в целом тут ничего сложного нет просто когда ты приезжаешь из россии когда ты не был на тачке в европе вообще ни разу то вот с этим сложно разобраться потому что во первых ну ты не знаешь в принципе этих приложений допустим для парковки если я знал я бы нашел сразу парковку заранее там просто позвонил и спросил бы алё чуваки мне нужно абонемент на месяц сколько стоит они мне сказали там 50 евро я приехал и поставил ну и пофиг я полчаса пешком бы прогулялся до вместо этого ну или на такси такси стоит 4 евро я бы села доехал два там три раза за месяц потому что машиной у нас велики и мы не пользуемся машиной практически только если надо куда-то очень далеко уехать прямо вот горит на море если вы не знаете этих приложений то придется как бы откидывать баблище и вообще налево направо первый ролик я хочу на этом закончить следующий ролик будет про связь про интернет вот про это все барахло с которым мы сейчас разбираемся у нас даже дома нет интернета мы сейчас пытаемся его подключить и я надеюсь уже у нас будет когда я буду следующий ролик взливать подписывайтесь обязательно мой канал я понимаю что первый ролик вот это получается немного сумбурным очень много информации и очень сложно всю вот так вот систематизировать но если у вас появились какие-то вопросы пишите мне в instagram пишите в комментариях я с радостью на них отвечу мне вообще абсолютно не сложно если вдруг что-то забыл добавляйте и подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой инстаграм там куча всяких классных фоток из латвии с моря вам точно понравится вот и всем спасибо большое за просмотр и всем пока пока